Очень рад всех видеть на таком большом мероприятии. Мне сегодня сказали, что оказывается в «Белых ночах» зарегистрировано 5000 участников. То есть это вообще грандиозное такое глобальное мероприятие в Российской Федерации. И тем более мне приятно, что те две темы по эндосонографии, которые были сегодня выбраны, это тема тонкоигульной пункции и использования контраста внутривенного при эндосонографии. То есть я так понимаю, что уже эти мелочи технические, роль, место, эусов, диагностика, онкология в панкреатобилярной зоне у нас уже решены. Мы уже это все знаем и переходим на следующий этап, на следующую ступень развития. Это вот эти две достаточно сложные методики. Я сегодня буду говорить именно об использовании эндоскопического тонкоигульной пункции в сложных случаях для верификации опухоли. В тех случаях, когда диагноз не очевиден и представляет большие затруднения. Если говорить в общем, на сегодняшний день в онкологии можно выделить вот такие вот три тактических подхода. Агрессивная хирургическая тактика, активная исследовательская и активная наблюдательная. Агрессивная хирургическая тактика встречается в тех случаях, когда по какому-то из методов исследования специалисты видят образование, выполняют операцию, удаляют очаг, либо иногда выполняют операционную биопсию, интероперационную биопсию, а потом начинают разбираться. Активная наблюдательная тактика – это когда мы видим какое-то образование, не уверены, что есть показания к хирургическому лечению, начинаем за этим образованием наблюдать и в какой-то момент, когда находим в динамике изменения, выбираем метод лечения этого образования. И в этой тактике есть свои плюсы, есть свои минусы, но на сегодняшний день мир цивилизованный приходит к мнению, что наиболее правильная – это активная исследовательская тактика. В том случае, когда мы выявляем какое-то образование, все-таки в большинстве случаев мы пытаемся получить предварительный морфологический диагноз. Да, безусловно, есть ситуации, когда мы уверены в своем диагнозе дооперационном без морфологического исследования. Но в большинстве случаев, я думаю, что хирурги со мной согласятся, если на руках есть морфологическое подтверждение диагноза, то идти на операцию уже намного проще. Таким образом, вот такой вопрос, который пытаются сегодня обсуждать – нужна ли морфологическая верификация. Я думаю, что ни у кого не вызывает сомнений, что морфологическая верификация, безусловно, нужна. Другое дело, когда она нужна и в каком объеме мы ее можем получить. Вот это вопрос, который, конечно, до сих пор дискутируется. Я хочу напомнить, что мы, как эндоскописты, работаем не в пустом пространстве, не в вакууме. Безусловно, мы работаем с клиницистами, мы замкнуты на морфологов. И без понимания у клиницистов и без грамотных морфологов все вот эти методики, направленные на морфологическую верификацию, они, безусловно, не имеют никакого смысла. Потому что какие бы мануальные навыки ни были у эндоскописта, какое бы количество материала он ни получил, но если морфолог не умеет с этим материалом работать, то результаты функции будут ничтожны. С другой стороны, если клиницист не будет доверять результатам функции, то, опять-таки, смысла в таких исследованиях, безусловно, не будет. От морфологической верификации, точнее, от морфологии опухоли, безусловно, зависит прогноз пациента. Это вопрос не обсуждается. Мы видим, что, допустим, при адано-карциномии общая пятилетная выживаемость равна... Это общие такие данные, онкологические, она зачастую не превышает 25%. При лимфомах на сегодняшний день ситуация более благоприятная. При гастро-интестинальной, астромальной опухоли в большинстве случаев при правильном лечении благоприятный их исход. При том, что мы все знаем, что во всех этих трех случаях бывают ситуации, когда визуальная картинка, а методы медицинской визуализации дают примерно одинаковую картинку. Еще один момент, на котором хочется остановиться, это, безусловно, что резиктабельность образования на сегодняшний день не является прямым показанием к оперативному лечению. То есть не каждую опухоль, которую... На самом деле, сегодня технически, хирургически, можно удалить практически все. Но нужно понимать, что в зависимости от морфологического типа опухоли, наличие лимфогенных метастазов, гематогенных метастазов, инвазии в сосуды, соматического состояния пациента. Только на основании вот этих факторов выставляется показание уже к операции. Будут пациента оперировать или не будут. Цели морфологической верификации, опять-таки, разные. Их несколько. Сама по себе морфологическая верификация, безусловно, это интересный момент. Но нам нужно понимать, во-первых, целесообразность хирургического лечения, какое лечение мы будем проводить, радикальное либо циторедукцию. Безусловно, перед консервативной терапией образования мы должны получить морфологическое подтверждение. И определение прогноза образования тоже напрямую зависит от морфологии на сегодняшний день. Статья 1976 года. На самом деле, последняя статья, которую я нашел по биопсии и образованию поджелудочной железы при диагностической лапаротомии. В ПАГМЕДе последняя. На русском языке продолжаются такие статьи публиковаться. И смотрите, какие результаты получили авторы. Выполнили 171 биопсию. Получили почти 5% тяжелых осложнений после биопсии, после морфологического подтверждения. В 2% почти был летальный исход. Эффективность биопсии, обращая внимание на эту цифру, 86%. Ложно-негативный результат 14%. Авторы в 1976 году делают вывод. Биопсия поджелудочной железы должна предшествовать всем случаям панкреатодональной резекции при подозрении на рак поджелудочной железы. Несмотря на вот такие результаты по осложнению и по летальным исходам. Наши собственные данные, когда мы проанализировали результаты практически 150 пункций поджелудочной железы. Здесь общий кистозный, солидный и смешанный тип образований. Безусловно, большая часть образования была протоководенокарцинома. Смотрите, это даже не 80%, не 90%, как принято считать. 65%. К сожалению, сдвинулся немножко слайд. Здесь были и метастазы из других органов. Здесь были и другие типы аденокарцином. Муцинозные опухоли, нейроэндокринные опухоли. И в 5% те очаговые образования, которые были в поджелудочной железе, изначально расценивались как опухоль, на самом деле являлись проявлением хронического панкреатита. Были такими воспалительными очагами, а не опухоли. Один из примеров пациента, у которого за 10 лет до нашей процедуры была выполнена резекция желудка по поводу аденокарцинома. На компьютерной томографии выявили образование в теле поджелудочной железы. По результатам пункции, притом пункция была повторная. Во время первой пункции мы не получили материала, во время второй пункции мы доказали наличие метастаза аденокарцинома желудка в поджелудочную железу. Вы понимаете, что тактика абсолютно полностью меняется. При первичной опухоли поджелудочной железы и при метастатическом ее поражении. Очень часто здесь нет этих слайдов, но мы встречаемся с метастазами светлоклеточной, светлоклеточного рака почки в поджелудочную железу. Были у нас метастазы аденокарциномы толстой кишки в поджелудочную железу. Еще одна картинка. Смотрите, абсолютно круглое кистозное образование с толстой фиброзной стенкой. Пациент пришел к нам как пациент с псевдокистой поджелудочной железы. После пункции мы получили комплексы клеток аденокарциномы. То есть не что иное, как кистозная трансформация аденокарциномы. Это те, как раз примеры тех образований, когда верификация опухоли была действительно очень сложна и до нашего исследования практически была невозможна. На сегодняшний день имеется достаточно большое количество, это только ряд статей, которые я здесь представляю, информации о том, что тонкоигольная пункция не повышает риск распространения клеток перитониальной диссеминации либо не уменьшает выживаемость пациентов после пункции. Однако ряд статей, вот первая статья появилась в 2003 году, описывает конкретные клинические случаи, когда все-таки тонкоигольная пункция вызывала такую диссеминацию. Очень такая красивая и на самом деле достоверная статья японских авторов, когда коллеги выявили муцинозную опухоль поджелудочной железы, IPMN пропунктировали, доказали диагноз, прооперировали пациента и через год после операции увидели рецидив опухоли, но в стенке желудка. Опять-таки подтвердили такое же абсолютно многохимическое строение опухоли, как в удаленном препарате. Это вот один из, если раньше были сомнения, что может быть там все-таки другие опухоли развиваются, параллельные, то вот пример о том, что пункция кистозного образования может приводить действительно к сидингу по ходу тракционного канала. Еще несколько данных, которые говорят о том, что опухоли именно кистозные, именно к кистозной неоплазии в большинстве случаев могут приводить к такому сидингу. Безусловно, процент распространения клеток крайне мал, но все равно он присутствует. Еще один пример – большое кистозное образование поджелудочной железы. В принципе, пациенту была предложена операция, но он отказался до полного морфологического исследования, до подтверждения диагноза образования. Была выполнена тонкоигольная пункция этого образования, и в результате пункции мы получили вот такую неприятную для любого эндоскописта, который занимается пункциями картинок. Вы видите струйное кровотечение в просвет кисты поджелудочной железы. К счастью, у данного пациента все было хорошо. Кровопотеря средней степени и острый панкреатит легкой степени, он, в общем-то, вышел из этой ситуации. Это оказалось потом, после операционного материала, мы получили, что это оказалось кистозная кистозная неоплазия поджелудочной железы. Мы знаем, что в стенках, вот в этих перегородках достаточно много сосудов, они очень хорошо кровоснабжаются. В это время пункции мы периодически идем на разрушение этих стенок, для того, чтобы получить именно клеточный материал, но в данном случае это привело к неприятным последствиям, которые, слава богу, хорошо закончились. Еще один слайд. Тут, прошу прощения, немножко все съехало, но принципиальный момент, смотрите, вот это солидное образование поджелудочной железы, это кистозное образование поджелудочной железы, вот это количество неинформативных пункций, вот эти два столбика, и здесь количество неинформативных пункций, тогда, когда мы не получили вообще никакого цитологического материала, в данном случае из солидных образований, и здесь из кистозных образований. Видите, что само по себе цитологическое исследование материала кисты, поджелудочной железы, кистосменной оплазией, не самый эффективный метод верификации этой опухоли. Однако существуют другие параметры, которые мы смотрим. Это уровень амилаза, это онкомаркеры, безусловно, цитология и окраска на муцин. И вот комплексный подход уже позволяет повысить эффективность диагностики тонкоигольной пункции при кистах поджелудочной железы. Поэтому каждый раз, когда мы пунктируем кисту поджелудочной железы, не нужно замыкаться только на цитологическое исследование этой кисты, нужно иметь весь комплекс мероприятий. Что-нибудь, даже не обязательно, но что-нибудь может сработать. Несколько примеров. Кистозное образование поджелудочной железы после пункции цитологический результат отрицательный, однако амилаза почти 4,5 тысячи, раково-эмбренальная антигенция А19-9 значительно повышена. Это была внутри протоковая популярная муцинозная неоплазия, которая была успешно прооперирована. Еще один пример. В данном случае пациентка несколько раз наружно дренировала большую кисту поджелудочной железы, ее ввели как псевдокисту, однако каждый раз после удаления дренажа киста опять набирала жидкость, опять восстанавливалась. Во время эндосонографии мы увидели такую утолщину, достаточно неравномерную стенку, внутренние перегородки, выполнили пункцию, уровень амилаза 66. Понятно, что это уже не может быть псевдокистой. Раково-эмбренальная антигенция А19-9 значимо повышена. Это оказалось муцинозной кистозной аплазией с дисплазией высокой степени. Таким образом, всегда, несмотря на все руководства, которые на сегодняшний день есть, клинические рекомендации, перед нами встает вопрос, вообще нужно пунктировать это образование или не нужно его пунктировать. Всегда на весах у нас опасность осложнений, либо эффективность и необходимость хирургического лечения. В идеальном случае диагностическая ценность должна быть выше рисков осложнения во время пункции. И, безусловно, в идеальном случае биопсия должна равняться морфологической верификации. Но мы знаем, что не всегда это бывает так. Морфология перед оперативным лечением, необходимость морфологии диктуется следующими факторами. Сложностью предстоящей операции. Чем сложнее операция, тем хирурги сложнее, проще присылают к нам пациентов и чаще просят добиться морфологической верификации. Сложность выполнения биопсии. Если, например, мы имеем аденокарциному желудка или рак толстой кишки, какой хирург на сегодняшний день возьмет пациента на операцию без морфологической верификации? Это крайне редкие ситуации. Потому что взять биопсию из опухоли желудка намного проще, чем из образования поджелудочной железы. Безусловно, риском осложнений, достоверностью морфологической оценки и стоимостью самой процедуры. Потому что наши методики, они на самом деле совсем не дешевые. Вот один из примеров. Цитология панкреатического секрета. Тоже метод забора материала для морфологического анализа. Однако эффективность такого исследования достаточно низкая, а риск послеоперационных осложнений, такие как панкреатит, постер ХПГ, достаточно высокий. Поэтому само по себе это исследование, если мы просто идем на диагностическую цитологию, наверное, не должно проводиться. А вот результаты тонкоигольной пункции. Эффективность методики, точность методики после первичной пункции равна практически 90%, чуть больше. А при повторных пункциях приближается к 96%. Поэтому тут уже есть выбор, есть с чем бороться. Тонкоигольная пункция, достаточно большое количество работ таких есть, вот одна из них, не осложняет течение послеоперационного периода. Более того, не повышает количество послеоперационных рецидивов. И, кроме того, если мы не получаем материалы из основного образования, мы всегда можем пропунктировать метастатическое поражение, лимфоузлы, либо асцит какой-то, который у нас есть. Вот этот комплексный подход позволяет все-таки в итоге, в большинстве случаев прийти к морфологической верификации диагнозом. Возвращаясь к тому, с чего мы начали, безусловно, каждый должен заниматься своим делом. Наша задача – это технически выполнить тонкоигольную пункцию и представить достаточное количество качественного материала для исследования. Задача морфолога – это уже определить морфологический диагноз по полученному результату, используя свои методы. Дело в том, что морфология, как вы знаете, развивается не менее бурно, не менее интенсивно, чем эндоскопия. Ну а задача онколога, либо клинициста уже по результатам наших исследований – это определение дальнейшей лечебной тактики и прогноза пациента. Материал, который мы получаем, его можно визуально оценить, и, безусловно, после тонкоигольной пункции, если мы получаем вот такое стекло, то, скорее всего, результаты пункции будут у нас плачевны. Если у нас есть все-таки материал, то, скорее всего, результаты пункции будут положительные. Возвращаясь к морфологам, опять-таки, не имея возможности выполнить весь блок этих исследований, наверное, не стоит браться за верификацию по результатам тонкоигольной пункции под контролем эндоскопической ультрасонографии. И буквально несколько табличек и рекомендаций на сегодняшний день при подозрении на рак поджелудочной железы или рак желудочных протоков – это рекомендация последней НССН. Фактически во всех случаях требуется морфологическое подтверждение биопсии с подтверждением либо метастатического поражения, либо с поражением самого очага. Еще один пример, который был приведен в журнале «Аналы онкологии», опять-таки, опухоль поджелудочной железы. Во всех случаях, кроме абсолютно резиктабельная опухоль, в которой не возникает сомнений, специалисты требуют получения морфологического подтверждения диагнозом. Наши заключительные слайды, наш собственный опыт по выполнению тонкоигольных пункций – это даже больше субъективный слайд по тому, насколько часто мы получаем достоверный и полезный результат при пункции тех или иных образований. Солидное образование поджелудочной железы – одно из благоприятных условий для пункции. Кистозное – здесь уже надо очень хорошо думать, стоит пунктировать кистозное образование или нет, потому что есть дополнительные методы диагностики. Образование желудочных протоков, с последствием образования желудочно-кишечного тракта – тоже вопрос сложный, но зачастую мы в сложных диагностических случаях все-таки получаем результат образования брюшной полости, так как это в принципе комплексная проблема. Здесь может быть все что угодно, начиная от метастатического поражения, заканчивая такими процессами, как лимфома, саркома. По крайней мере, мы можем помочь специалистам сориентироваться, в какую сторону двигаться и с каким образованием мы имеем дело. Левый надпочечник в тех случаях, когда показана пункция – это очень хороший объект для пункции, лимфоузлы, лимфоузлы средостения, брюшной полости. Также зачастую мы получаем хороший морфологический результат. Ну и в заключении еще раз хочу напомнить, что вот в отличие от многих методик других, тонкоигольная пункция поджелудочная, не только поджелудочная железа, вообще под контрольным эндосонографией и даже, наверное, без эндосонографии любые варианты тонкоигольной пункции – это всегда комплексная работа, когда и клиницисты, и морфологи, и эндоскописты занимаются одним делом, понимают друг друга и хотят получить позитивный результат. В противном случае, наверное, такими дорогостоящими тяжелыми методиками пользоваться, наверное, и не нужно. Спасибо большое за внимание. Игорь Иванович, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...